На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудыни распределены субсидии из областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году. Какие муниципалитеты получат субсидии, на какие цели они будут потрачены, об этом наш сюжет. Алла Петровна гулять здесь каждый день. Говорит, место очень хорошее, просторное, да еще и рядом с домом. Одна проблема. Часть территории пока не благоустроена до конца. Скамеечки надо, чтобы поставили, чтобы народ отдыхал. Я тут лично каждый день гуляю, полюбила эти дорожки. Гуляю здесь, да. Здесь уже началась работа по благоустройству. Согласно техническому заданию, в сквере должны появиться несколько разных зон. Зона для тихого отдыха, зона для активного детского отдыха, спортивная площадка и рекреационная зона с фонтаном. На детской площадке разместится игровой городок. В зоне тихого отдыха установят скамейки и урны. В спортивной зоне, предположительно, появится теннисный корт и площадка для физкультурно-оздоровительных мероприятий. Все зоны будут разделены системой газонов, дорожек и тропинок. Дорожки планируют сделать так, чтобы по ним из сквера можно было бы пройти к жилым домам и роддому. Основные тротуары вымастят плиткой. На эти цели из областного бюджета выделят деньги и в 2020 году, так же, как и на некоторые другие объекты в Твери. Например, на создание сквера в поселке Химинститута, установку умных систем освещения и видеонаблюдения на Аллее Славы и на Бульваре Цаново. Все направлено на то, чтобы нашим гражданам было как можно комфортнее проживать на нашей территории. Это, конечно же, благоустройство касательно среды для людей, которые являются людьми преклонного возраста и для наших молодых мам, чтобы можно было с колясками гулять с маленькими детьми. В муниципалитетах также пройдут благоустройства. В Торжке в планы работ включено благоустройство пяти дворов и сквера на ручье Здоровце. В Оржеве запланированы работы в парке у памятника паровоз, сквер улицы Степанченко, продолжение благоустройства парка, расположенного в границах улиц Грацинского и Октябрьское. В Вышнем Волочке отремонтируют набережную Матвеева, Петровский сквер, дворы по улицам Правды и Гоголя. Практически все были предоставлены проекты, заявки. Это дворы, это парки, это общественное пространство, мемориалы, это места захоронения наших воинов, которые погибли во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Восьми городским округам и поселениям, где проживают от 8 до 20 тысяч человек, направят в общей сложности почти 83 миллиона рублей субсидий. 14 городским поселениям с численностью жителей от 3,5 до 8 тысяч, 60 миллионов рублей. В семи городам и поселкам с количеством жителей от 1 до 3,5 тысяч человек более 20 миллионов рублей.